Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите передача по кашеварям и я ее ведущий Виталий, как вы знаете. Иногда так получается, что не получается поехать на дачу, но хочется какой-нибудь вкуснятинки, типа шашлычка или, 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 или люля-кебаба. И не стоит расстраиваться, потому что, например, люля-кебаб можно вполне приготовить в домашних условиях. Для приготовления вкуснейшего люля нам потребуется вот чего. Хороший кусок баранины. Отдельно обязательно купите бараний жир, потому что с ним наши люля получатся сочными. На килограмм фарша мы возьмем где-то 300 грамм лука. Еще нам нужен кориандр или кинза, как он по-другому называется. Вы можете использовать сушеный молотый или свежий кориандр. Зира нам нужна. Еще я сегодня купил такую классную специю, которая называется сумах. Она такая кисленькая, знаете, как лимон. Ее тоже очень классно добавлять в фарш или посыпать готовое блюдо. Еще нам нужны, естественно, соль и перец. Друзья, сначала надо перемолоть мясо с помощью мясорубки. Также с помощью мясорубки мы перемалываем наш бараний жир. Лук необходимо мелко-мелко порезать ножом и добавить к фаршу. Друзья, главное не перемалывайте лук с помощью мясорубки, потому что он будет очень жидкий. А нам надо, чтобы лук все-таки был кусочками и начал выделять свой сок во время приготовления, не раньше. Фарш необходимо вымесить хотя бы в течение 10 минут. В вымешанный фарш добавляем специи. Это черный перец, соль и зира. Факультативно можно добавить, как я говорил, сумах. Но я им посыплю готовое блюдо. Это будет прикольнее, на мой взгляд. Мелко нарезаем кориандр и тоже добавляем к фаршу. Перемешиваем фарш, чтобы все специи смешались. Готовый фарш надо в какую-нибудь емкость положить, накрыть пленочкой и убрать в холодильник, чтобы он хорошенько остыл. Тогда нам легче будет лепить наши кебабчики. Теперь из мяса формируем шарики, весом где-то 70 грамм. Теперь из мяса формируем продолговатые котлетки и нанизываем на деревянные шампурчики, вот такие. Чтобы котлетка не крутилась, вы можете использовать два шампурчика и одевать котлетку на два шампура. Духовку разогреваем в градусах до 180. Кебабчики выкладываем на противень, который у нас застелен фольгой. Противень с кебабами ставим жариться минут на 10. Вот и все. Кебабчики в домашних условиях у нас готовы. Всем приятного аппетита! С вами была передача по кашеварям. Я ее ведущий Виталий. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok